Предварительный спецпоказ картины состоялся при поддержке правительства Брянской области и Департамента внутренней политики. Режиссер, который снимал вот эту картину, он говорит о том, что это не ремейк, а это немножко другое видение замечательной повести Бориса Васильева. Я хотел бы от имени губернатора Брянской области, от себя лично, выразить слова благодарности вам, дорогие ветераны, за то, что мы, молодое поколение, имеем возможность жить и трудиться на нашей прекрасной земле под мирным небом. Действия фильма переносят нас в май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны, вдалеке от линии фронта, в глубоком тылу, нацисты выбрасывают десант с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это необычные солдаты-пехотинцы, это опытные, специально обученные диверсанты, элита СС. Против них старшина и пятеро девчонок-зенитчиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Как и какой ценой старшина и его хрупкие подчиненные совершили подвиг, первыми увидели ветераны. Я смотрел первый фильм, но этот фильм немножко жестче получается, больше патриотизма. Девчата, которые воевали, они герои. Они показали себя, как все женщины. Они даже превзошли мужиков. Фильм снят прекрасно, очень даже хорошо. Если бы он был плохо снят, я бы так не переживала. Понимаете, я была бы спокойна, сидела бы и думала, что это играют артисты. Но я все восприняла, как наяву. Не как в кино артисты играют, а как в жизни. На широкие экраны картина «О зоре здесь тихий» выйдет 30 апреля. Артемий Маркелов, Евгений Седачев. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова